МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. Купальный сезон открыт. Один из жителей города едва не утонул в озере. В немножко нетрезвом виде он был. Видимо, решил испытать свою воду. В результате перевернулся. Автопарк обновился. Ноябрьск спецавтотранс приобрел два новых автомобиля скорой помощи. И мы в отпуске. Новости нашего города объявляют в новый фотоконкурс. Главный приз – айпад мини. 3 июня – ориентировочная дата окончания отопительного сезона. Предположительный график летних. Ремонтных работ сегодня представил в администрации города технический директор Энергогаз Ноябрьска Валерий Ольхов. Ограничить подачу газа планируется с 5 августа. А это значит, что центральная котельная будет остановлена, и город на две недели останется без горячей воды. Кроме того, специалистам Энергогаз Ноябрьска предстоит обсудить с подрядчиками ДМЗ период работы и схемы отключения некоторых микрорайонов во время капитального ремонта на магистральных сетях. Однако все планы ресурсников еще предстоит согласовать в администрации города. Веское слово администрации требуется и в вопросе обеспечения безопасности на водоеме парогазовой станции. В праздничные дни один из жителей города уже открыл там купальный сезон. Причем появился он на водоеме с лодкой, катание на которой едва не привело к трагедии. Сергей Черкасов отметил, что запрещающие знаки горожане игнорируют, несмотря на то, что купаться, а тем более использовать маломерные суда в водоеме на самом деле опасно. Работа насоса вызывает непредсказуемые течения. Один из вариантов частичного решения проблемы – это отбойники вдоль дорог, которые уже зарекомендовали себя в районе аэропорта. Этот вопрос тоже в ближайшее время рассмотрят местные власти. Залатать все прорехи на ноябрьских дорогах в этом году получится едва ли. По словам начальника городского управления ЖКХ ТЭС Дмитрия Шмакова, этим летом на ремонт дорог сумма предусмотрена очень скромно – чуть более 20 миллионов рублей. Так что в наших планах убрать колеи на улице Шевченко в районе перекрестков с Муравленкой и Киевской. Аналогичные работы пройдут и на двух участках улицы Советской. Кроме того, запланирован ремонт улицы Городилова и тротуара на Ленина от космонавтов до проспекта Мира. А также ряд работ по устройству дорожных знаков и ограждений. При этом обследование городских дорог показало, что целый ряд улиц находятся в довольно плачевном состоянии. Это в первую очередь улицы Республики, энтузиастов и центральный проезд промзоны. Здесь планируют провести ямочный ремонт. И хотя в бюджете средств маловато, даже для ямочного ремонта увеличить объемы работ планируют за счет экономии по программе благоустройства города. Знаки, обозначающие пешеходные переходы, покосились и попали в поле зрения рубрики «Нам здесь жить». Видимо, порывы ветра оказались настолько сильными, что перед ними не устояли металлические столбы, на которых установлены знаки. Наглядный пример по дороге в самострою. Со стороны складывается впечатление, что знаки как будто тянутся друг к другу. Картина, конечно, романтичная, но еще немного, и опоры рухнут прямо на проезжую часть. Причем надо отметить, что такую композицию люди наблюдают с прошлой недели. Но ответственные службы до знаков до сих пор не добрались. И еще одна информация пришла в рубрику «Нам здесь жить», только теперь уже о несанкционированной свалке. Бытовой мусор, картонные коробки, ящики, автомобильные покрышки и огромная гора гнилых овощей расположились прямо в самом центре гаражного комплекса. Люди предполагают, что эти отходы попали сюда из близлежащих магазинов. И через рубрику «Нам здесь жить» надеются призвать тех, кто сделал это к совести и ответственности. Отмечу, на этой территории установлены сразу три мусорных контейнера, и они тоже переполнены. По всей видимости, мусора отсюда давно не вывозили. В Ноябрьске подожгли автомобили, и случилось это недалеко от здания полиции. По информации городской пожарной охраны, сегодня примерно в 2 часа ночи поступило сообщение о том, что в районе остановки ОВД горит «Тойота Камри». Уже через 4 минуты огнеборцы были на месте, но их помощь не потребовалась. Хозяину авто удалось потушить пламя самостоятельно. Тем не менее, передняя часть машины от огня пострадала. Эксперты выяснили, что это был поджог. «Газпромнефть» начинает проект по строительству компрессорной станции на Ятыпуровском месторождении. Новая КС с производительностью свыше 1 млрд кубометров газа в год позволит транспортировать добываемый попутный нефтяной газ в газосборную систему общества «Газпромдобыча Ноябрьск», для чего будет построен газопровод протяженностью 9 километров. Далее через Венгояхинскую установку комплексной подготовки газа топливо будет направляться в магистральный газопровод «Урингой-Челябинск». Проект планируется завершить в 2015 году. Как отметил руководитель дирекции по газу и энергетике «Газпромнефти» Антон Гладченко, строительство компрессорной станции на Ятыпуровском месторождении позволит подготовить инфраструктуру к увеличению объемов добычи газа и эффективно использовать это сырье. Парламентарии Ямала приступили к формированию повестки майского заседания Законодательного собрания автономного округа. Оно назначено на 22 мая. На заседании планируется рассмотреть в первом чтении новую редакцию окружного закона об образовании, внести поправки в региональные законы о торговой деятельности и об управлении и распоряжении государственной собственностью, привести в соответствие с федеральными изменениями окружные законы о потребительской корзине и о прожиточном минимуме в регионе. Ноябрьское специализированное автотранспортное предприятие закупило новую технику – это два микроавтобуса «Газель» скорой помощи. Автомобили уже прошли обкатку. Водители, которые будут на них работать, своим ходом пригнали машины в Ноябрьск из Нижнего Новгорода. Говорят, 3000 километров прошли незаметно, и «Газели» готовы к работе. Со дня на день водитель скорой помощи Максим Трапезников пересядет со старенькой «Газели» на новый автомобиль. Тоже «Газель». Отечественные производители, говорит он, других моделей для «Скорой» пока не предлагают, но все равно эта машина водителя радует. Удобные бардачки, электронная панель, подогрев зеркал и много других плюсов, перечисляет шофер. «Двери немножко помягче закрываются, что боковые, что задние. Двигатель как-то… Или, может быть, потому что он новый? Ну, получше, конечно, работает. Печка уже, отопление совсем по-другому сделано». Ей бы еще мощности добавить, чтобы бегала побыстрее. И цены такой «Газели» на «Скорой» вообще бы не было, говорит водитель. Хотя одно то, что предприятие закупило новый транспорт – уже большое дело. Каретам скорой помощи простаивать не приходится, и если машина вышла на линию, то целые сутки на колесах. «За смену мы наматываем где-то, если брать в среднем, то где-то километров 50-70, где-то вот в этих пределах. Иной раз бывает чуть меньше, иной раз бывает даже намного больше. Бывает, доходит километраж в день, ну, то есть не в сутки, а в день, даже до 300 километров». «По техническим характеристикам наших автомобилей отечественного производства, ну, нежелательно больше пяти лет держать машину в эксплуатации, потому что скорую помощь мы обслуживаем в суточном режиме, и, как бы, если в нормальном состоянии машина могла бы проходить и семь лет, то в суточном режиме пять лет для нее это очень много». По этим меркам прежняя «Газель» Максима совсем старушка. Отбегала на «Скорой» десять лет. И еще парочка ее ровесниц в строю были до сегодняшнего дня. Теперь предприятие две изрядно подержанных машины сменит на новые, а одну поставит в резерв. К слову, до сих пор в автопарке медтранспорта запасная скорая была неслыханной и, главное, нереальной роскошью. Но вот теперь невероятное стало очевидным. «Раньше не было у нас резерва, машины работали, что называется, с колес. То есть не было возможности, если какая-то машина встала на техническое обслуживание, мы оставались практически без машины. И большая заслуга в этом наших водителей, профессионалов, в том, что они смогли выполнить поставленную задачу, то есть не остановиться в нужный момент, а отработать согласно тех задач, которые были перед ними поставлены». Сейчас в автопарке «НСАТО» остается еще несколько машин скорой помощи, заменить которые руководство планирует в следующем году. Пока же водители «Новых Газели» оценивают удобство микроавтобусов не только со своей точки зрения, но и с точки зрения медицинских бригад. За долгие годы совместной работы врачи, фельдшеры и водители становятся одним маленьким коллективом, который спешит на помощь людям. И хорошо, когда работать всем становится комфортнее. Особенно, говорит Максим Трапезников, медики должны оценить носилки, которые теперь можно двигать влево и вправо. «Можно врачу и с этой стороны работать, если это удобно, и можно и со стандартной стороны работать». Сейчас новые машины проходят техобслуживание, на них оформляются документы, а на следующей неделе «Газели» выйдут на линию. Кирилл Мигель, Ирина Потехина, Григорий Куропцев. Новости нашего города. Бригад скорой помощи в городе стало меньше, но это сезонное сокращение, уверяют специалисты. Это происходит каждый год в мае и зависит от количества вызовов и существующих нормативов. По правилам, на одну бригаду в сутки должно приходиться от 12 до 14 вызовов. И летом, чтобы вписаться в эти рамки, для Ноябрьска достаточно 6 бригад. Осенью их количество увеличивается до 8 или даже до 9 в период эпидемии гриппа. Однако в этом году персонал скорой помощи и зимой работал уменьшенным составом. «Был кратковременный период, когда мы искусственно были вынуждены сокращать бригады. Это в зимний период. Пока еще не было решено вопроса по финансированию, был недостаток финансирования. Нам приходилось сокращать бригады для того, чтобы справиться с этим дефицитом. Сейчас этот вопрос решен. Деньги нам добавлены, поэтому таких проблем больше возникать не будет. А сейчас количество бригад сокращено согласно сезону. У нас это заложено даже в договоре. 6,5 бригад на май месяц. Также будет летом такое же количество. Осенью бригады будут добавляться». Добавлю, что медперсонал скорой помощи при этом не сокращается. Просто нагрузка на людей становится несколько меньше. А вот финансовая проблема, которая стояла перед медиками, была вызвана в том числе и тем, что аренда машин скорой помощи стала дороже. Этим летом за счет муниципалитета отдохнут более 2700 юных ноябрьцев. Еще почти для 2000 человек отдых будет организован за счет окружного и федерального бюджетов. Штаб по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков уже работает. Здесь есть вся информация о том, куда могут отправиться дети во время летних каникул и где смогут провести время с пользой, не выезжая за пределы ноябрьска. Штаб расположен в центре досуга поиск. Кроме того, информацию можно получить непосредственно в Управлении по делам семьи и молодежи администрации города. Сегодня ноябрьскому школьнику Артему Байчуку в торжественной обстановке памятный подарок вручала глава администрации ноябрьска Жанна Белоцкая. Артем стал победителем 47-й международной Менделеевской олимпиады в Ташкенте. Поздравляя талантливого ученика, глава города отметила, что он последовательно идет к своей цели вырасти достойным человеком, который будет представлять наше государство в будущем. И выразила уверенность в том, что, как и сегодня, в будущем не только родители, но и город обязательно будет гордиться успехами Артема. Мы в отпуске. Новости нашего города объявляют новый фотоконкурс. Размещайте свои фотоснимки с летнего отдыха в специальном альбоме в нашей группе в Одноклассниках. Победитель, а им станет автор фотографии, которая наберет большее количество голосов, получит специальный приз от нашего спонсора компании Север Авто Ямал. От лица ООО Север Авто Ямал официального представителя БОШ автосервиса в городе Ногябрьск мы подготовили для победителя конкурса ценный приз это айпад мини. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы магазин ПОДИС Антверса торговый центр Клубника. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 15 мая в Саликарде переменная облачность. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура плюс 1 градус. Муравленко облачно. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура 0 градус. В ноябрьске без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура около 0 градусов.